За обстановкой на Храмовой горе и восточном Иерусалиме будут круглосуточно следить видеокамеры. Это одна из мер, предусмотренных договоренностями между Иорданом и Израилем по нормализации ситуации в этих местах. Причины усиления напряженности называют слухи о том, что у Израиля якобы имелся план ограничить доступ мусульман к мечети Алякса. Власти Израиля это отрицают. Присутствовавший на Иорданно-израильских переговорах госсекретарь США Джон Керри заявил, «Круглосуточное видеонаблюдение за всеми участками Храмовой горы обеспечит полный обзор и прозрачность и сможет действительно изменить текущую ситуацию, препятствовать кому бы то ни было, нарушать неприкосновенность этого священного места». В свою очередь Израиль подтвердил приверженность статус-кво на Храмовой горе и высказал уважение к исторической роли Иорданского короля как покровителя мечети Алякса. «Мы продолжим гарантировать доступ к Храмовой горе мирным паломникам и посетителям, поддерживая общественный порядок и безопасность. Мы приветствуем усиление сотрудничества между властями Израиля и Иордании, под покровительством которой находится комплекс, с тем, чтобы посетители и паломники проявляли сдержанность и уважение к святым местам». С начала октября 10 израильтян стали жертвами волны одиночных нападений со стороны палестинцев. Более 50 вооруженных арабов были застрелены израильскими силами безопасности. С обеих сторон десятки человек получили ранения.